Праздник Крещения Господня – один из самых древних в христианской церкви. Как сто, двести, триста лет назад этот день православные верующие начинают с молитвы в храме. Многие, соблюдая пост, стараются попасть на исповедь и причастие, символизируя тем самым духовное очищение. Традиционно в Брестском храме в честь Серафима Саровского 19 января большое количество прихожан. Некоторые приходят целыми семьями. Приди имени на этих святаго твоего Духа святой, воду сию, сам оба человека любче царю. Приди имени на этих святаго твоего Духа святой, воду сию. Освященная вода является одним из символов большого православного праздника. В ночь с 18 на 19 января она обретает особое состояние. Дух Божий сходит на воду. Именно так описывали явления такого преображения наши далекие предки, которые уже тогда, много лет назад, знали об уникальных свойствах крещенской воды. В 20 веке это убеждение научно подтвердили медики. Вода действительно меняет свой качественный состав, а ее употребление позволяет излечивать самые разные недуги. Несмотря на довольно холодную погоду, очередь за крещенской водой растянулась на несколько десятков метров. Каждый прихожанин хотел получить частичку такого великого чуда и поделиться ею с близкими и родными. С праздником вас всех и здоровья вам. Дай бог вам даже до моих лет меня пережить, кому повезет все. Так что такая водичка, это когда-то в реках освещали, как говорили, купались. Но сейчас где река? Сейчас вот так освещаются и берем эту воду свеченым. Такая радость, такая благодать. Другой радости не чувствуется. Поэтому мы эту радость приносим домой. Детей всех попоить, чтобы все были здоровы. Братцы и сестры поумирали, а я осталась в 91-й год. И ходу, и все еще есть и навару, и Богу помолюсь, и в церковь приеду. Продолжают давние традиции крещенские купания. Для этого в водоемах делаются проруби, которые носят название Иордань в честь священной реки. В Бресте 19 января была освещена купель на реке Муховец на Грибном канале. Несмотря на мороз, многие с особым благоговением заходили в воду, ощущая духовное очищение. Зимние купания стали давно неотъемлемой частью празднования. Считается, что искупавшийся в ледяной воде человек на весь год избавляется от грехов и болезней. Не имею силы отказать себе в этом удовольствии. Неоднократно было, что и даже будучи немножко простывшим, входишь после обеда полностью здоровый. Рекомендую однозначно всем не только окунаться, но и потреблять эту воду, потому что придает и силы, и настроение, и здравие. Армия, как и церковь, всегда была опорой и поддержкой народа. А потому уже не один год в 38-й отдельной десантно-штурмовой бригаде живет традиция встречать праздник Крещения Господня в купеле на территории соединения. Для многих военнослужащих это особенный ответственный шаг, причем уже не первый. Это интересно. Для многих из них это в первый раз в жизни вообще. Но это закаливает организм и дух, самое главное, воина, десантника. Я стараюсь каждый год однозначно, праздник, говорю еще раз, святой, это дело нужное, поэтому каждый год, из года в год. Крещение Господне завершает рождественские святки, которые начались светлым праздником Рождества. Это время, когда каждый старается быть ближе к своей семье и к Богу, пытается разобраться в себе и своих мыслях, когда человек очищается духовно. Настает момент, чтобы начать жизнь с чистого листа, чтобы творить только добрые дела.